С крупной партией наркотиков харьковчанина Олега Быстрицкого задержали в октябре 2009-го. Правоохранители рапортовали, такой партии в Харькове еще не было. 130 тысяч капсул тромодола, около 2000 таблеток экстази и почти полтора килограмма амфетаминов. Все это тянуло на 2 миллиона гривен. Наркотиков хватило бы, чтобы двое суток обеспечивать население Харьковского района. Считаем лоденцев, пенсионеров и лиц к ним приравниваем. Сам Быстрицкий рассказывал, таблетки на хранение ему дал друг из России, а он даже не знал, что в сумке. Когда из любопытства посмотрел, решил на этом заработать. Суд первой инстанции приговорил мужчину, который покупал у Быстрицкого наркотики, к 8 годам тюрьмы, а самого торговца к 3 годам условно. В уголовном кодексе есть статьи, которые позволяют смягчить приговор. У нас у Быстрицкого от 8 до 12, он не может получить услуги. А как они могут быть 69-ю? Поэтому они применяют к нему, они применяют к нему 69-ю, дают ему ниже низшего предела. Низший предел у нас 8, дают 5. И потом, применив к нему 69-ю, 5 лет лишения свободы, они применяют к нему 75-ю. Не связанного с лишением свободы. Суд учел смягчающие обстоятельства – плохое здоровье подсудимого, двое маленьких детей, чистосердечное раскаяние и помощь следствию. Но при этом, отмечают в прокуратуре, не нашел ни одного отягчающего. Прокуратура подала апелляцию и попросила для обвиняемого в наркоторговле ужесточить приговор и присудить к 10 годам тюрьмы. Накануне апелляционный суд частично удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть дело в районный суд для нового рассмотрения. В прокуратуре решение по апелляции считают победой. Апелляционный суд подтвердил нашу позицию. Апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора. Это значит, не зря мы занимались всем этим вопросом. Олег Быстрицкий и его адвокат от комментариев отказались. Мол, пользы подсудимому от этого не будет. А в прокуратуре говорят – в громком деле еще рано ставить точку. Ольга Коростелева, Иван Наконечный, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».